Вот на прошлой неделе Зеленский действительно внес законопроект, которым по сути предлагают распустить полностью Конституционный суд. И вот по его словам, решение судей в считанные часы поставило страну на грань катастрофы и тянет за собой прямой и быстрый путь к кровопролитию и противостоянию на улице. Это вот была цитата Зеленского, поэтому президент Украины фактически приказывает депутатам своей фракции поддержать его законопроект. И вот буквально сейчас в эти минуты проходит это заседание, там принимается решение, вот общая позиция фракции по поводу этого законопроекта. Но при этом процедуры, фактически вот увольнение судей Верховной Рады не предусмотрено ни в Конституции в Украине, ни в законах Украины. Поэтому этот законопроект уже раскритиковали в Совете Европы, в частности Венецианская комиссия. Но сами депутаты признают, что вот в этом случае Зеленский принимал решение не юридическое, а политическое. В чем вообще, в принципе, возник скандал? На прошлой неделе Конституционный суд своим решением отменил уголовную ответственность для чиновников за недостоверное декларирование. И вот по сути, теперь, например, если судья или депутат купил био за границей, не задекларировал ее, ему за это грозит максимум штраф. И кроме этого, еще своим решением Конституционный суд фактически заблокировал работу Центра противодействия коррупции. И вот по информации этого же центра, как минимум пять судей были заинтересованы в принятии этого решения, так как сами являлись фигурантами дела недостоверного декларирования. Но кроме этих судей, также заинтересованными лицами были и сами депутаты, которые изначально подали эту жалобу. А именно, это депутаты от фракции «Оппозиционная платформа за жизнь», которую контролирует Виктор Медведчуком Путина, а также «Политсилы за будущее», которую контролирует олигарх Игорь Коломойский. И так как, по сути, борьба с коррупцией – это было одно из ключевых условий для получения Украины без визы и принятия антикоррупционной реформы, то, естественно, после этого решения в ЕС уже заявили, что сейчас стоит вопрос о возможной отмене без визы для Украины временно. Решение суда, конечно же, вызвало большой резонанс. В Украине была и акция протеста в пятницу, достаточно масштабная, под стенами, после которой, собственно, в суде заказали железные решетки на окна, так как люди кидали туда и дымовые шашки, и фаеры, но сами судьи добровольно уходить не хотят. И сейчас законопроект Зеленского называют конституционным переворотом, но при этом в этом же суде сейчас оказались под ударом еще ряд ключевых, важных реформ, которые в Украине были приняты за последние несколько лет. И вот в том числе это земельная реформа, закон о языке, банковская реформа и закон об антикоррупционном суде. И вот все это в ближайшее время Конституционный суд планирует рассмотреть. Которое никак не описано в Конституции, а речь идет о том, что, по сути, за рамки своих полномочий и за рамки Конституции выходит и сам Конституционный суд. Он перебирает на себя функции некой верховной власти. Потому что, например, он дал толкование даже тех статей антикоррупционного законодательства, о которых не спрашивали депутаты. Ну и там целый ряд других процедурных нарушений было, о которых, в частности, было сказано и у вас в репортаже. И вот что делать в том случае, если закон нарушается самим Конституционным судом, если сам Конституционный суд принимает нелегитимное решение? Это конфликт легальности и легитимности, вот как сказали бы теоретики права и политологи. Поэтому ситуация в этом смысле нестандартная. Однако, я напомню, Украина уже несколько раз сталкивалась с подобным развитием событий, когда приходилось для выхода из политико-правового кризиса искать нестандартные решения, которых просто не было в Конституции. Это и 2004 год, когда переголосовывали второй тур президентских выборов. В 2007 году пришлось тоже выходить очень сложно и после распуска парламента без формальных оснований на тот момент. И, наконец, февраль 2014 года. Владимир, простите, я вас перебью, потому что у нас немного времени совсем в прямом эфире. Я понимаю, здесь та же самая ситуация, что была и раньше, несколько раз в истории Украины. Ну вот сейчас НАК ведет дела и против депутатов Рады, где сейчас будут рассматривать этот законопроект Зеленского. Как, на ваш взгляд, сейчас будет реагировать Рада на этот законопроект? На самом деле, пока нет ответа на этот вопрос. Хватит ли Зеленскому 226 голосов для того, чтобы был принят его законопроект о восстановлении доверия к институционному суду, пока сказать невозможно. Пока голосов не хватает, по данным разных источников. Вот сейчас Зеленский встречается с депутатами своей фракции, но нужны будут, я уверен, и голоса союзников. Владимир, а если этот законопроект Рада не принимает, голосов не хватает, как будет развиваться ситуация дальше, на ваш взгляд? Возникнет патовая ситуация, когда и Зеленский не может провести свое решение, но и противники Зеленского не смогут, например, отстранить его от власти. Придется искать компромиссное решение, иначе Украина столкнется с серьезными проблемами. Поэтому я думаю, что сейчас и команде Зеленского в том числе надо рассматривать как сценарий А, если законопроект пройдет, и тогда надо срочно уже готовить список кандидатов, членов конституционного суда, причем так, чтобы это были люди, вызывающие доверие. Либо надо искать какой-то компромиссный вариант, чтобы не обрушить антикоррупционную систему и в то же время, чтобы страна не оказалась в политическом кризисе.